Что лучше, Клуб Романтики или Бесконечное Лето? Ну, без шуток, конечно, Клуб Романтики, ребята. Клуб Романтики просто замечательный. Это игра, которая покорила меня. Единственное, что жалко, что каждый раз, чтобы играть дальше, мне нужно платить деньги, но ничего не поделать. Кто-то мне говорил, что использую специальный мод. Награда за день! Возвращаем к игре каждый день, получай наград больше. Мне сказали, скачай мод специальный. Мод специальный, чтобы были кристаллы бесконечные. Но, во-первых, это нечестно по отношению к разработчикам. Во-вторых, там могут быть вирусы и так далее. Так что, ребята, я же не дурачок, в конце концов. А мы продолжаем, ребята, Секрет Небес. Секрет Небес, серия третья. Я не знаю, у меня пять кружек есть. Моя статистика, ребята. Ангел 0, демон на 4, блин. VIP персона на 0. Вырублю сейчас чат. Одну секундочку. Нет, чат вырубили. В смысле, прощай, вас и так видно постоянно. Сезон первый, ребята, серия третья. Глава третья. Тяжело в учении. Тяжело в учении. Кто-то провел пальцем по моей щеке. Затем по носу. Рука спустилась на ключицу. И ловко, бесстыдно забралась под одежду. Вау, погоди, даже кристаллы не нужно платить за это. А клуб романтики знают, как развлечь. Па-па-па-па-па-па-па. Си-си. 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 Буб-буб-си. Ча, надеюсь, вам понравилось, да? Вот это вам, вот это развлечение на ночь, а? Хорошо. Ах! Чат. 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 Ах! Ах! Ну, в смысле, это что? Ах! Мими? Она сидела на краю кровати рядом со мной. Разбудив меня, Мими улыбнулась и нагнулась чуть ближе. Первым делом в глаза бросился ее полупрозрачный лифчик и два розовых кружочка, которые люди называют сосками. Соблазнительно выпирающих через тонкую ткань. Блядь, это реально соски. На земле все такие, Соня. Который час, блядь, это не это нас должно интересовать, Вики. В смысле? Нам, нам, нас под трусами лапали. Какая разница, какой час? Ну ты шлюха, а! Время действовать. Какое сейчас время? Время действовать! Просто, я так понимаю, Мими снималась в каких-то боевиках, да? Она, играя, провела пальчиками вдоль моего тела и резким движением стянула одеяло. Мими, что ты делаешь? Продолжай! Не строй с себя не на тругу, сука. Я знаю, что ты хочешь, блядь. Видишь ту трубу? Которая батарея, которая греет. Сейчас я сорву и выебу тебя ей. У демонов с этим намного проще. Если они чего-то хотят, то просто берут. Она чуть раздвинула мне ноги. Блядь, сука, я не буду это читать. Вы серьезно, нахуй? Подождите. Я играю в клуб романтики. Это игра для девочек, блядь. Прием! Алло, я маленькая девочка. Я увидела сказочную историю с красивыми мальчиками. Где я избранная. Где у меня есть крылышки. Я летаю с пацаном под ручку под небесным небосводом. Небесным небосводом, блядь, поебать. Какие, блядь, сексы? Какие девочки? Какие? Че? Ладно. Она чуть раздвинула мне ноги, коснулась моей вульвы. И знатно туда пропердела губами. Ты сам напросился! Сейчас будет выбор роскошный. Секс 75 кайл. Идеальный 50 кайл. Прострой бесплатно. Нет, сейчас будет про секс. Роскошный секс. 75 кристаллов. Идеальный 50 кристаллов. Простой отсос без продолжения. Бесплатно. Так, заново. Она чуть раздвинула мне ноги, коснулась внутренней стороны бедра и вдруг помедлила, наблюдая за мной. И все смотрела, как ты спишь, и слишком увлеклась. Бля, сука, я это, это, это... Ребята, это звучит так, как будто бы это ебаная мими, ебаный сталкер. Я ничего не хочу сказать, но отчасти это начинает меня пугать. И я поняла, что не хочу просто наблюдать. Хочу трогать. А как же запр... Персонажа хотел, я скажу честно. А, запрет. Ты знаешь, почему его ввели? Потому что я перетрахала все, что тут движется. Раздвигай булки. Нет. Из-за детей, глупышка. А... Это, блядь, точно клуб романтики или в чем проблема? Никто нам ничего не сделает. Блядь, ее пальцы коснулись моих трусиков. И я... Блядь, мои трусы ей лучше не трогать, учитывая, что я весь день сижу за компьютером, блядь. Вы бы знали, какой там запашок, блядь. Я когда встаю, просто открываю штаны и там... Ху-ху! Нормально, аж глаза, блядь, разъедают хуя. И я вздрогнула. Втянула воздух сквозь зубы. Ты сейчас сделала это от страха или от желания? Блядь, вы серьезно? Ёб твою мать, блядь. Серия начинается с лесбийского секса в детской игре. Ебать, я... Блядь, что это вообще? Чувак, слышь, ты перевозбудился. Типа ты пытаешься это, да? Ты как тот парень, который смотрит порнуху и перематывает на свой любимый момент постоянно. Она чуть отстранилась, показывая, что не хочет давить на меня. Это... Блядь, сука. Ну, я... Ну, да. Ну, ну, да. Да, сука. Развели, блядь. Вот он, вот тот момент, да? Вот, вот тот момент, когда я экономил кристаллы. Зачем я экономил кристаллы? Почему я не взял себе классные крылья? А там были очень красивые. Почему я не взял себе нормальную комнату? Почему я не взял себе... Эти там... Почему я обидел в итоге того долбоеба с крыльями, короче? Вот. Понятно все? Ну что ж, ну давайте, ладно. Мими не нужно было повторять дважды. Она оседлала меня и притянула к себе, блядь. Сука. Господи Иисусе. Сонливость, которая еще ломала меня, исчезла без следа. Сердце колотилось где-то в горле. Но это, походу, был хуй, блядь. Я чувствовала дыхание Мими, как ее руки ловко снимают с меня ночнушечку. Одна лямка, затем вторая. И вот ткань, едва зацепившаяся за соски. Упала вниз, а у меня соски как крючки. Я вам скажу, с нее трудно сорвать ткань. Мими оглядела меня жадно, с каким-то животным желанием. Как будто на моей стороне был не мое тело, а бургер, который делали на природе. Еще долго будешь смотреть, когда же ты мне наконец-то трахнешь, а? О, нет, кажется, я забыла выключить утюг. Ее губы впились в мою грудь. Слава богу, я уже подумала, что зря проебала 20 кристаллов, но все обошлось. Ах! Извязь, астонала и откинулась на подушку. Губы Мими быстро опустились вниз, вынуждая меня выгнуться от наслаждения. Простыня вся смялась от моих метаний. Мими поднялась и поцеловала меня в губы. Но очень скоро поцелуи перешли в покусы. У меня... Страсть разгоралась, и не было предела. У меня никогда не горела так жопа еще со времен Доты 2, когда меня не пустили на МИД, блять, за Рексара. Я зашептала Мими на ухо все, что приходило на ум. Я хочу пухать, я хочу какать. Я хочу, чтобы меня ебнули кочергой по голове. Это был набор полной хуеты, но походу это не изменило наш секс, а только укрепило его. Я провела дорожку из поцелуев по ее телу, и там же лежала дорожка из кокаина рядом. Занюхав ее другой ноздрю, я возбуждалась еще сильнее. На кончике языка остался вкус ее шеи, а ее шея, честно говоря, видимо побывала в общественном туалете. Вкус был не такой, но я была уже знатно разгочегарена. К черту все, иди сюда. И я чисто охуела после этой фразы, потому что я думала, что мы уже заканчиваем. А оказывается, это было только начало. Самые лучшие 20 кристаллов, которые могла потратить. Эти 150 рублей окупились на с 1000 процентов. Мими подмяла меня под себя и начала двигаться. И все, что было нужно, это лишь ее близость. И такая, что ближе некуда. Мы терлись, как две палочки в лесу, от которых разгорается. Если понимаете, да? А-а-а, костер. А-а-а! Да-а-а! Мими упала на подушку рядом со мной. Пару минут мы пытались отдышаться. Потом она резко встала. Как ее хуй. Прошлась по комнате голой, не скрывая, что наслаждается моей заинтересованностью. Неспешно надела белье. Спасибо за хорошее утро. Ваши отношения с Мими улучшились. Ха-ха-ха! Что ж, я была хороша, блядь, в постели. Она долго смотрела на меня. Вдруг она показалась мне маленькой девочкой, которой не хватало ласки. И тебе спасибо. Мими раскрыла шкаф и бросила в меня одежду. Собирайся. Деньги на столе. Такси вызовешь сама. Но Мими, блядь, вообще-то мы в школе, это общежитие. Куда мне ехать? Из-за того, что демоны гордые и неприветливые, ангелы чаще вербуют к тебе непризнанных. Не хочу, чтобы ты стал одной из них. Но если ты оденешься как монашка, вряд ли демоны захотят с тобой даже разговаривать. Дерзкая, как дива, лица. На зависть остальным. Блядь, ебать, ну ребята, ну не... Ну блядь, ебать, 30 кристаллов, блядь, стоит порно. Не надо на одежду тратить. Ну ладно, придется ходить, придется ходить, придется ходить. Да, да, чувак, ты уже давно здесь, почему ты до сих пор удивляешься? Ладно, ладно, давайте, сколько стоит поздонатить? 130 кристаллов, 900 рублей, блядь! А вот, для начинающих, 5 кружек чая и 30 кристаллов. В целом это выгодно. 60 кристаллов будут стоить... А, ну хотя, блядь, ну опять кружек чая, в принципе, дает. Ну хотя, ладно, ладно, не будем в одежде ходить, давайте, черные марки, понимаете. Будем дратить только на трахе. И куда мы идем? Мими повернулась заговорщической улыбкой. Увидишь. Несколько демонов скучающе сидели на горгулях и смотрели вниз. Ему не надоело какой-то раз за сегодня. Второй еще летит? Господи, да, сколько же можно дрочить? Наконец-то он открыл головку. Эти Энди опять прыгает? Мими подошла к краю и бесстрашно оглядела пропасть под собой. Эти непризнанные, кто их поймет? Рыжий, кстати говоря, здесь является демоном. Рыжий является демоном. Я ничего не хочу сказать, но... Есть такая поговорка странная. Рыжий, душа и так далее. В общем, все очень странная такая штука. Да. Сосед толкнул его в бок и кивнул в мою сторону. Оу, мы тебя заждались. Бля, фу, какой он противный, я в охуе. Меня зовут Эдди. Сэмми. На крыше оказались еще дюжина демонов и несколько ангелов, которые, услышав мое имя, начали улюлюкать и свистеть. Что происходит? Эдди и Эдди и Сэмми стали кружить вокруг меня. Крылья подрагивали и чуть раскрывались, будто бы в нетерпении. Новенькая попалась в сети. Ну, хватит ли у нее смелости выбраться из них? Ха-ха-ха-ха. Что, блядь? Записнем ее в туалете, а потом трахнем ее обезжизненное тело? Он прокричал это словно мотивационную речь, и остальные взрывели ему поддакивая. Да, да. Прости, что не предупредила. Это была моя обязанность, как соседки. Ха-ха, блядь. Не предупредила о чем? Все это начало меня беспокоить, и я чуял запах изнасилования, а также сексуальных домогательств и много других вещей. Потом я обязательно дождусь, когда все эти ангелы и демоны станут успешными, и непременно засужу их. А пока буду 20 лет делать вид, что ничего не было. Да, потом скажу просто, что мне было тяжело признаться все это время. И я побятилась от края крыши, подсознательно догадываясь, отчего от меня хотят. Кто-то позади ловко приземлился на кровлю, я тут же обернулась. Энди? О, вы тоже позвали? Слава богу, за мной стоял вонючий бомж Энди с немытыми волосами. А она что особенная? Пройдет, как и остальные. Мими коснулась моего плеча, встала сзади меня так, чтобы я ее не видела, но слышала и заговорила. Это традиция, понимаешь? Все не признаны еще до того, как научиться летать, должны прыгнуть с крыши. И как можно дольше не раскрывать крылья, лишь тогда, когда станет слишком страшно. А если не успеть? Ты не умрешь, но будет так больно, что пожалеешь, и не умерла. Я тяжело сглотнула. Сглотнуть не было, не привыкать. За это у меня всегда доплачивали. Первым порывом было бежать, вторым раз плакаться. В итоге я рассмеялась. Ха-ха-ха-ха! Вы больные? Развлекаемся как можем, ёпта! На ну-ка, поддержим непризнанное! Все закричали в каком-то перевозбужденном. И, кстати, я поняла, что для них это игра и очередное развлечение. Они не воспринимают непризнанных как живых существ. Мы для них биомусор, похожий на них. Плевать, что они подумают. Раскрывай крылья, как только прыгнешь. И погромче крикни. Я хочу пухнуть, но не хочу, чтобы меня засмеяли. Ты тоже так сделал? Не сравнивать себя со мной. Я получаю от этого кайф, бля. Я прыгаю почти каждый день и каждый раз снижаю дистанцию. Однажды я доиграюсь, но это мой наркотик. А ты не наркоманка. Все-все, хватит совещаний. И с толпы начали кричать. Вперед, ножи, а нас тросит. Да прыгай уже. Давайте выебим ее. И что же, ты прыгнешь или нет? Я? Бля, вы что, охуели, ебать, блядь? Что, епта? Я заднюю не даю, ебать. Я, конечно, прыгаю, но... Со всех сторон донеслось протяжное... Ееееееее! Давай, давай! Вот это я понимаю, блядь. Вообще-то он должен быть добрым. Покажи им, Вики. Я подошла к краю, посмотрела вниз. Ох, блядь, вздох. Если я не успею раскрыть крылья, то расстаюсь прямо на дворике. Видимо, надо было покупать хорошие крылья за 35 кристаллов. С этими бомжатскими крыльями за 0 кристаллов. Я навряд ли смогу их правильно раскрыть. У них есть какая-то задержка, их немножко заносит. Откуда он... Откуда он казался крошечным кругом, где туда-сюда снуют неповоротливые точки вместо людей? Я сплотнула комок в горле, но, в общем, вы знаете, не буду комментировать. Расправила и снова сложила крылья. Не бойся, второй раз не умирают. Спасибо за поддержку, мудила. Я криво улыбнулась, пытаясь скрыть неконтролируемое волнение, и не получилось. Давайте поддержим непризнанную. Прыгай, 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 прыгай! Все начали кричать, свистеть, подмигивать, высо... ...высоко в небо, наблюдать за мной сверху вниз и снова опускаясь... ...опускаясь, опускаясь на крышу, но все, сейчас или никогда. В смысле, блядь? Ты мне изменяешь? Развестись, блядь! Подожди, что это за хуйня? Она беременная пошла одна жить в разъебанный дом? Блядь! Чувствую, из-за этого мне кристаллов не дадут, да? Я прыгнула. Ах! Блядь, не раскрывать! Едва я почувствовала, как падаю из груди, вырывается крик, но я заставила себя умолкнуть, я не противилась страху, но и не поддавалась ему. Как понять, когда раскрывать крылья? Не раскрывать! Я порывался, я порывался, я порывался, я порывался, я порывался крылья из-за ненавязчивого чувства, что земля слишком близко! И все же держала крылья сложенными! Может быть, пора? Не раскрывать! Земля все приближается, но я не спешила, и когда я поняла, что совсем близко... Нет-нет-нет-нет-нет! Хлопок, удар, боль, от которой никуда не скрыться. Такая боль, которую я никогда прежде не испытывала. Что же я наделала? Может, пора? Ты не успела раскрыть крылья, не раскрывать! Земля все приближается, я не спешила, когда... А, будет то же самое, да? Ну, понятно, ладно. Ладно, хорошо. Может, пора? Только одни и те же вреды! Раскрыть крылья, блядь, только! Вроде игра такая, игра такая в этот момент! Чтобы маленькие девочки могли продолжить! Земля стремительно приближалась, тянулась больше, и тянуть больше не было смысла. Взмах крылья разрезали воздух и... И коротко, но быстро захлопали, удерживая меня на весу. Под ногами оставалось метров десять. ВЫКО! Энди словно в воду нырнул вниз, схватил меня за талию и помог подняться. Блядь, чувак, тебе ничего не светит, я не дам тебе. Эй, ты оторвай! Хочешь, я оторву тебе, чё надо там? Ну, блядь! Эти непризнанные уже совсем поехавшие в последнее время, блядь! Эй, поддержим девочку! Вы видели, что она вытворяла? Раздевайся, давай, раздевайся, раздевайся! Все вместе, давайте, чат! Давайте поддержим её, давайте! У-у-у! Девочка, давай, раздевайся! Ну, давайте, блядь! Давайте, чат! Раздевайся! Блядь, чат, идите нахуй, а? Давай, блядь! Чё вы сдохли все долбоёбы? Пишите, раздевайся! У вас там что, руки, я так понимаю, заняты, да, членами? Вашим и вашего батя, да? Блядь, у вас реально были про... Ёб твою мать, чат, как было? О, сука! И все присутствующие заревели, засвистели, кто-то победно закружился в воздухе! Ты молодец, правда! Руки держались на моей талии! Блядь, сука, отпусти меня, кудрявый! Толпа понемногу начнёт, ещё не нравятся кудрявые! А Эдди, Адди и Сэмми сели прямо на кровлю! Ммм, пристроилась рядом и похлопала рядом с собой! Я сел напротив Ньюхэнди, посоветовал моему примеру! Мы придумали это посвящение, чтобы поближе познакомиться с непризнанными! Всё же те, кто из них однажды станет ангелом или демоном, у тебя есть и шансы стать одной из нас! Как и одной из нас! Идите нахуй, блядь! Мими вдруг замерла к чему-то, прислушиваясь! Мне кажется, или кто-то пустил шептуна! Сейчас урок с Геральдом! Походу, это кудрявый! Чёрт, прыгаем отсюда! Они вскочили, пробежали по крыше и бросились вниз! Послышался шорох, как крыльев! Мы с Энди остались наедине! А пусть спускаться надолго я могу тебе помочь! Блядь, иди нахуй, Энди, блядь! Ты урод ебаный! Как? Он покраснел, умолкнув и набрался смелости и сказал... На руках! Блядь, Энди, иди нахуй! Ох, это мило, блядь! Но не стоит! Энди совсем раз... Раз... Зарделся! Резко поднялся на ноги и взъерошил себе волосы! А, то есть до этого у него была укладка? Да-да-да, ты права, да-да! Спуститься с тобой? Я сама, да, иди нахуй! Блядь, иди нахуй, кудрявый! Сколько тебе говорить, блядь! Ты похож на солиста группы Корни, блядь, из Фабрики Звезд! Пошел в пизду, блядь! Он улыбнулся и кивнул, но как-то скомканно, а затем прыгнул вниз и не раскрыл крылья. Но этого не покажут в игре, ребята. Я же спокойно спустилась по лестнице, как если бы и не имела крыльев. Геральт стоял, сцепив руки за спиной. Перед ним выстрелились в ряд демоны, ангелы и непризнанные. Он обернулся к нам, посмотрел на крышу и злобно ухмехнулся. Ха-ха, блядь! Кто пришел, блядь, а? Вы снова этим занимались, за сексом своим, пра-бога-богопротивненным, богобоязненным, богонеприметным, боговое, как зол! Чем вы там занимались, блядь? Почему не позвали меня? Хорошо, ладно. Мда. Его голос прогремел неожиданно грозно. Недовольный взгляд прошелся по каждому из нас и остановился на мне. Ты сначала свой, сука, путь в школе не лучшим образом начала шалава. Такие, как ты, заканчивают на паперте. Где-то, где-то на Тверской. За полтоху, блядь, отсасывая бомжам. Если ты думаешь, что из-за того, что твоя мать Серафим к тебе будет какое-то снисхождение, ты ошибаешься. К тебе будет пиздец какое-то снисхождение. Я буду требовать от тебя большего, но пока ты и выданного яйца не стоишь. Вместо того, чтобы пытаться понравиться всем и каждому, лучше бы тратила время с большей пользой. Впредь, если будешь делать глупости, хотя бы не попадайся. Найс, блядь, найс, без лоха и жизнь плоха, да? Офигеть. Вот это он советы дает, мудила. Геральт подождал, пока мы встанем на место, и заговорил. На этом уроке у нас будет обмен энергиями, чтобы в будущем вы могли по энергетике понять, кто перед вами, даже если его облик будет сокрыт. Облик можно вскрывать! Блядь, я напоминаю просто, что этому долбоебу... О, блядь. Я напоминаю, что ангелы в этой игре, когда находятся на земле, они принимают другой облик. Как бы намекая нам на то, что смена облика так или иначе возможна. Но он в ахуе, блядь, он в ахуе. Ему микрофона не хватает, если вы понимаете, о чём я. Конечно, можно притвориться человеком или поменять вид крыльев, правда, на время, за 25 кристаллов. А специально для вас, если вы прям сделаете это сейчас, вы сможете купить набор из пяти чашек чая и новых крыльев всего за 15 кристаллов. И не забудьте купить за 179 рублей отмену рекламы, чтобы не раздражало вас. Геральт подошёл чуть ближе, протянул ко мне руку совсем близко. Глаза врут. Не врут чувства. Геральт трогал меня за сиську, делая вид, что это такой урок, и прикоснулся к моему животу. Ты беременна! Я почувствовала, как что-то сильное, большое и светлое озаряет меня. Никогда не думала, что проникновение через пупок может быть такое же, как через вагину. Это и есть энергия, у каждого она своя, как отпечаток пальца. Да и в целом, похоже, на палец в каком-то смысле. Геральт отстранился, прошёлся вдоль ряда и, вернувшись на место, снова замер. По энергии вы сможете понять, какому рангу принадлежит ангел или демон. Кто перечислит их? Кто-то поднял руку из заголов, мелькнул и тонкие изящные пальчики. Ости, прошу. Новый персонаж. Ебать, блядь, какие ости? Она похожа на жируху в латосном костюме, который пытается за собой ухаживать. Иерархия ангелов и демонов идентична. Мы с вами находимся в начале этой цепи. Она посмотрела на меня и Энди. Не считая непризнанных, они даже до этого не дотягивают. После ангелов и демонов идут архангелы и архидемоны. Далее следуют престолы, господство, начало власти, силы, воинство, воинство для века. Каждый последующий в ранге властвует над теми, кто ниже. Они управляют адом и раем, следят за мировым порядком. На вершине цепи находятся Хируевимы и Серафимы. Выше них только Шепфа. Сердце ушло в пятки при упоминании последнего ранга. Я поняла, насколько моя мать охуенная. И тут появилась фреска с голожопыми ангелами. Ты знаешь, что такие Серафимы? Высшие ангелы. Именно они наиболее приближены к Шепфа. Вики, твоя мать, Серафима. Среди Серафимов никогда не было непризнанных. Ты понимаешь, о чем идет речь? Неужели моя мать смогла пробиться красотой и непризнанным талантом на верхушку корпоративной цепочки? Да, конечно, ведь она хороший работник, работник кода. Мама, как же ей удалось? Честно говоря, весь ангельский и демонический мир был в ахуе и не понимал, как ей удалось. Были только одни догадки. Да. Все верно, Остя, твоя мать шлюха. Скорее всего, вы никогда не увидите кого-то, кто стоит выше архангелов и архидемонов. Но мне же не будет позволено увидеть маму. Мы не можем же быть, да? Не можем же быть, чтобы не позволили. Если, конечно, ваш отец не сатана. Ждем от меня начали смеяться. Кто-то дернулся и я мельком заметила Люцифера. Он смотрел на Геральда с усмешкой, но без тени самодовольства. Блядь, что за уебанская улыбка? Он собирается быть охуенно сасным, но при этом улыбается так. Я сатана. Сын сатаны. Сексуальный парень за 45 кристаллов. Со мной после просто так не поебаться. Придется вложиться, причем знатно. Я не ебу кого ни по пути. Блядь. Сука. Блядь, долбоеб ебаный. Интересно, каково это быть сыном дьявола? По энергии вы должны будете понять, насколько силен ангел и демон перед вами. Это важно и, возможно, вам... возможно бы стоить... И, возможно, может стоить вам жизни. На нас могут напасть? Как у вас говорят, готовься к худшему, надейся на лучший ауф. Вы должны уметь бороться, даже если это не понадобится. Так что все записываемся, блядь... Все уезжаем в Чечню, блядь, и записываемся в кружки по борьбе. Теперь я хочу, чтобы вы прочувствовали энергию друг друга. Встаньте друг против друга, прикоснитесь к тому, кто стоит перед вами. Можете обняться. Пососаться, раздеться, поебаться. Камера стоит уже готова. А целоваться можно? Эээ, блядь! Рыжий, иди нахуй, ты никому здесь не интересен. Блядь, джинсы нормальные, купи, блядь, я вам обтяжку, нахуй, с этими жирными ляхами. Так уж и бать, быть вам, Сэмми, разрешаю. Демоны рассмеялись, на что Ади вышел вперед. Думаете слабо? Иди сюда. Постойте, погодите, блядь, да, Сэмми же это... О, блядь. Какого хуя? КОММЕНТА есть где-то клуб романтики это набор мобильных визуальных романов в которых игроки должны делать разнообразные выборы тем саму лея на сюжет происходящий а в клубе романтиков игроков ждет несколько романтических историй с разным сюжетом каждый из которых предлагает уникальных героев с этим атмосферу они подошли друг другу если блять что происходит в этой серии я я не понимаю автор видимо нихуево так разошелся да они если они господи подошли друг другу если есть поцелуи они ну да есть какие-то проблемы блять нет просто так неожиданно блять несмотря на то что вы одного пола не значит что вам можно игнорировать запрет не нарывайтесь это только для задания ну конечно прекратите на цирк изучайте энергию друг друга пару минут потом меняетесь напротив меня встала мимия и биба в ее штанах она протянула руку и сплела наши пальцы я почувствовала слабый но резкий толчок энергии на вкус энергетика мими была словно кислая малина на вид красная этот красный цвет на несколько секунд ослепил меня вспышкой минус трации и энергия мне уже знакома по лицу мими я поняла что она думает о том же мими сжала мою руку облизала губы и подмигнула мне следующим встал ади но он дурачился и не давал спокойно считать его в итоге я разнервничалась и смотрела на в пол когда передо мной замерли чьи-то ботинки я подняла глаза нет господи господи бля о боже мой люцифер протянул обе руки взял меня за талию и немного грубо протянул к себе о боже надеюсь не хватит кристаллов ах он даже не смотрел мне в глаза и был полностью сосредоточен на моей энергии я проследовал его примеру сила которую я не ожидала почувствовать вдруг наполнила все мое тело и будто бы чуть не разорвало его как бы я хотел чтобы люцифер разорвал меня где-то в другом месте ни один человек не смог бы удержать себе такую мощь но она крылась в этом демоне сыне сатаны люцифер владел этой силой и не кичился он был ужасно силен возможно сильнее геральден воспринимал это спокойно когда настало время меняться люцифер также грубо оттолкнул меня что он себе позволяет блять возмутиться эти трахни меня что это за прелюдии детские я не мешок чтобы со мной обращаться но ты можешь меня пожарить как мешок картошки если хочешь конечно блять люцифер замер посмотрел на меня из и с изогнутые удивление с изогнутые удивление бровью и отвернулся не сомневаюсь улыбки ебаные я чуть отстранилась от люцифера и стал и стукнулась обо что-то головой а уч хотел отойти но мне с меня схватили за шиворот ах немезида я повернулась несколько насколько могла и взвизгнула увидим что меня удерживает статуя шармаш гур бар шмармаш кармар мармур мармар она двигалась и качала головой хоть и немного ломано но она ожила что происходит немезида отпусти ее фарш-фарш-фарш-мурш-мурш-мурш-мурш-мурш-фси-фарфарфур она повернулась влево затем вправо посмотрел на него будто бы хотел там что-то разглядеть шепт варф-фарш-мурш марф-марф демоны и ангелы раступились, пропуская Дина. Он подошел быстро и решительно, приподнял меня и чуть дернул, вынуждая статую рожать пальцы. Почему она заговорила? Я не знаю. Геральт подошел к Немезиде, коснулся ее плечи и опустил голову. А вы продолжайте урок! Он что-то зашептал, и статую начала часто мотать головой, словно не хотела снова меня... Не знаю, что, блядь. Но Геральт сильнее сжал ее плечи, и статуя стала двигаться все тяжелее, пока отчаянно не замерла. Готово! Что? Изучить мою энергию! Ах, да! Дина подошел совсем вплотную, обнял и опустил подбородок мне на голову. Сначала я почувствовала тепло, но это было простое тепло мужского тела. Пока не стало вырисовываться нечто другое. Это что у тебя там? Батончик Твикс? Или ты так рад меня видеть? Какой-то стержень, огромный потенциал и сила. А, я так понимаю, разработчики даже и не хотят юлить особо. Стержень с большим потенциалом и огромной силой. Что-то вырисовываться начал, да? И эта сила отличалась от Люцифера. Размерчик-то был побольше, блядь. Ну, так, знаете, нормальная разница была. Тот был рожден с ней и относился к ней пренебрежительно. Дина же выращивала ее в себе, тренировала, развивала, вешала гири на хуй в конце до концов, блядь. Летал таким образом, вытягивая свой половой орган. Он не был силен от рождения, но явно хотел это исправить. Дина медленно отстранился от меня. Понял что-то? Неужели он понял, что у меня тоже есть хуй? Непризнанных тяжело прочесть? По ощущениям, вы как простые смертные, но если очень присмотреться, где-то там в задворках чувствуется потенциал. Звучит не очень. Геральт отошел от статуи и обратился к нам. На его взгляд, неизменно возвращался на застывшую Немезиду. Теперь я разделю вас на команды. Вы должны будете изучить друг друга настолько, чтобы через час смогли узнать, где находится член. Только по его энергии. Геральт начал называть имена и вскоре дошел до меня. Вики, Мими, Ади, Сэми, Энди. Мы отделились от остальных и встали полукругом. Я предлагаю пойти на наше место. Ваше место? К плачущим девам. Ты мне вот сейчас совсем не помогла. Туда нужно лететь. Ничего, Вики, научится. Ты научился еще до занятий по летанию. Ну все, решили. Что время тратим? Ёпта, ты сама полетишь или мне тебя поотбросить? Блядь, чувак, отъебись от меня. Как ты заебал, блядь, кудрявый хуйлан, а? Ты, блядь, понимаешь, что мне нахуй не интересен, блядь? Я не хочу с тобой ничего делать, блядь. Отъебись, блядь. Ты похож на смесь, блядь, чувака-солиста группы Корни, блядь, и Макаревича-младшего в одном, блядь, понимаешь? Еще и кудрявый. Иди нахуй. Я полечу сама. Ты уверена? Блядь, что с ним не так? Вот объясните мне. Кто вообще ему даст, блядь? Она не маленькая девочка, Энди. Взмах, 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 на земле остались только мы и с Энди. Он бросил на меня сочувствующий взгляд и поднялся в воздух. Я буду недалеко от тебя, старайся не отставать. Почему меня не научили этому, как только я сюда попала? Ладно, ничего сложного, просто махать крыльями. Сначала совсем слабо, но затем более уверенно я взмахнула крыльями и сразу поднялась в воздух. Сложнее всего было удержать равновесие. Я летела, но то боком, то задом, ударяясь об каждое препятствие. Мими с демонами уже скрылись где-то впереди. Энди пролетел несколько метров и остановился подождать меня. Так мы пролетели мимо башен школы и пустились в грот. А спустились, по-моему. Приземление было жестким. Я потеряла равновесие, прокатилась коленками по земле и упала ничком. Энди помог мне подняться, сука. А демоны за плодзаплодировали. Это было смело, плюс одно слабо. Никогда я еще так удачно не обосрывалась, блядь. Что это за место? Много лет назад низшие ангелы и демоны молились здесь шепфа. Но по поверьям, однажды сюда пришли молиться женщины. И молилась она о том, о ком-то, о ком не должна была. Она залила слезами бассейн. После этой статуи тоже... После этого статуи тоже начали плакать. Каждый раз наполняя бассейн новыми слезами. Это место стали считать моим местом более. Я поднялась по полуразрушенным ступенькам. Заглянула в свое отражение в воде. Я могу? Попробуй. Осторожно запустила руку в воду и медленно махнула в одну сторону, затем в другую. Рябь прошла по всей поверхности. Вытащила руку и облизнула палец. На вкус было как потный ВДВшник. Ах, на вкус и вправду как ВДВшник. А ты думала, мы шутки шутим, блядь? Как будем привыкать к энергии? Мы раньше этого не делали. Один прыгнула на выступ и сел, подобрав под себя ногу. Самый лучший способ узнать энергию, это увидеть ее в разных состояниях. Раздевайся. Что ты имеешь в виду? Мы должны вывести друг друга на эмоции. Смущение, радость, злость. Возбуждение. Кстати, запоминайте прямо сейчас. Я трахну вас всех. Адди! Хе-хе-хе-хе, блядь, а что теперь нам злить друг друга? Долбоеб, блядь, возбуждать. Из всех возможных эмоций ты выбрал именно злить, блядь, кудрявый уебан. Адди спрыгнул и начал расхаживать мимо нас. Есть идея получше. Сыграем в Агат. В Агат, понимаете? В Агат. Ну уж нет. Что такое В Агат? Игра падших перепивших глифта. Трезвым в нее тоже интересно играть. Какие правила? Знала ли ты, милая Вики, что единственную вещь, которую менять не может даже сам Шепфа, это глаза? В них заключена душа, но это уж ты точно знаешь. По правилам игры ты должен прочесть в глазах прошлое другого игрока. Если это что-то важное, игрок выполняет желание. А если нет, желание выполняешь ты. По-моему, звучит... Блять, просто... Как ты заебал, блять! Адди хлопнул в ладоши. Отлично, я начинаю. Он подошел ко мне, положил руки мне на щеки, чтобы я не могла отвернуться и стал заглядывать в зрачки. Так, я вижу Мисселину. Она сказала тебе что-то важное, что тебя взволновало. Я вижу, что за всю свою жизнь у тебя был папа, мама. Ты какала, писала и дышала воздухом. Еще, погоди, погоди, ты училась в школе. Но как? Возразить, согласиться. Согласиться, ладно. Все верно, она сказала, что моя мама с Ерофием. Все приглянулись, но никак не прокомментировали мои слова. Плюс один ангел. Вы чувствуете ее энергию, как она взволнована. Мне кажется, она возбуждилась. Ты должна ему желание. Хорошо какое. Я добрый демон, люблю страсти. Поцелуй кого-нибудь из нас на свое усмотрение. Даже тебя и Сэмми? А почему нет? Блядь, ты шлюха ебаная. Алло. Ну, естественно, блядь. Дешев, блядь. Ну, короче, мы пушим... Ну, что, мы пушим Мими, да? Я подошла к Миме. Она улыбнулась, мне подбадривая. В то же время взгляд ее был хищный, заигрывающий, от которого меня бросило в жар. Я коснулась губами, ее губ раздвинуло их, но повременело, ожидая, что Мими сама проявит инициативу. Но она будто бы специально замерла, чтобы я сделала все за нее. Тогда я укусил ее за губу, притянула к себе и стала целовать так, будто бы никого кроме нас не было. Несколько долгих мгновений Мими не поддавалась, но не выдержала и ответила мне такой же страстью. Это было... Бибоподъемно. Горячо. Все оттенки твоей энергии мы запомнили, давайте дальше. В следующие полчаса мы пытались увидеть в глазах друг друга самые волнующие или пикантные моменты из жизни. Отовсюду только и слышались возбужденные выкрики. И... Ади, ты по девочкам тоже? А что, не видно? Мими, ты влюблена в Люцифера? Она вспыхнула и молкла, а потом отрезала. Нет! Тогда почему ты на него постоянно смотришь? В своих глазах так четко отпечатался его образ. Ади закашлял и незаметно стукнул Сэмми. Заткнись, это неправда! Где Люция? Где-где я? Мне даже по рангу не позволено. Бля, вот сука, шлюха ебаная, я на тебя 20 кристаллов проебал. И, кстати говоря, уже больше. Уже 40 кристаллов, мразь. Мими посмотрела на меня, словно извиняясь. Она будто бы испугалась, что это оттолкнет меня. Это неправда! Сэмми, ты проиграл. Чего? Понятно же, что... Он посмотрел на выражение лица Мими и замолчал. Да, я проиграл Мими, загадывая желание. Она немного нервно поправила одежду и волосы и сказала... Укради что-то у ангела Фенцио прямо из его кабинета. Что ты специально наказываешь меня за правду? Выполняй. Если меня поймать не будет крышка. Как тяжело дружить с демонами, правда? Какая же ты стерва, Мими. Она послала ему воздушный поцелуй. Блядь, я только по мальчикам не смею целовать меня. Остыньте, может поменяем желание. Блядь, парень, на которого всем похуй вообще. Парень, на которого всем поебать, блядь. Ёбаный Энди, нахуй. Просто опущенец этой игры. Нет. Ну хорошо. Эсэби провел рукой по лицу, точно пытаясь стереть от себя волнение. Будь остороже. Но он протянул руку, и они слепили пальцы. Что-то я справлюсь. Одним сильным взмахом крылья Сэмми поднялся высоко в небе, скрываясь между скалами. Запомнила его энергию? Ее сложно было не запомнить. Настала неловкая пауза. Мими чистила перья, проводя пальцами между ними. Словно расчесывала. Она избегала смотреть нам в глаза. Когда мы услышали, как возвращается Сэмми, то все оживились и стали вглядываться в небо. Получилось! И Сэмми приземлился и поправил взлохмаченные волосы. Но не томи! Вместо ответа он достал что-то из кармана и кинул в миме. Это был порно-журнал за 97-й год. Май месяц. Она поймала это и стала скептически рассматривать. Переводчик, ты специально взял то, чем фенция не дорожит? Я что, по-твоему, суицидник? Конечно, я взял самый бессмысленный предмет. В уговоре не было сказано, что я должен брать что-то ценное. Мими пожала плечами. Ну ладно. Дай посмотреть. Держи. Таинственный предмет. Переводчик. Взять предмет. Я повертел его в руках. Он напоминал карликовый граммофон. И что он переводит? Все что угодно. Если в него пукнуть, получится слово. Хм. Я люблю сосать. Работает. Шар-шар-шар-марш-мар-мар-мар-мар-мар-мар. Что происходит? Немезида, отпусти ее. Фарш-мар-ш-мар-мар-мар-мар. На каком языке говорилось татуи Немезиды? На древнеангельском. Вы его знаете? Нет, он уже давно не используется. Когда ангелы и демоны стали идти бок о бок с людьми, они начали перенимать человеческие диалекты. Все смешалось, кони-люди, блядь, и нихуя стало непонятно. Когда Серафима наложили на рай и ад так называемую языковую пелену. Да, теперь люди, очутившись здесь, начинают говорить на общепринятом языке ангелов и демонов и даже не замечают этого на английском. Точно! Точно! Гуд, эээ... Хауду-ю-ду! И то же самое выходит и у нас, когда мы оказываемся на земле. Сейчас древнеангельский сродни латыни вымерший язык. Этот переводчик смог бы перевести то, о чем говорила Немезида? Возможно, только зачем тебе? Вдруг она сказала что-то важное. Это вряд ли статуи обычно говорят всякую бессмыслицу. Блядь! Ну ладно, похуй, да. Я передала Ади переводчик. Секунду он его рассматривал, потом небрежно кинул куда-то позади тебя. Ты не сохранила переводчик и теперь не сможешь узнать, о чем говорил Немезида? Ты, шлюха, не задонатила нам. Тфу, блядь! Тфу, блядь! Тфу, блядь! Тфу, блядь! Маленький граммофон пролетел несколько метров и коротким бульканьем погрузился в соленую воду. Нам уже нужно выдвигаться, согласен. Полет обратно пошел без происшествий. На месте еще никого не было. Где все? В пизде, блядь! Геральт всегда опаздывает, да и по времени у нас запас остался чуть 10 минут там буквально. Через пару минут мы услышали поспешные шаги. У входа в школу показался Геральт. Он спустился по лестницам, взлохмоченный и немного запыхавшийся. За ним в веренице шли остальные ангелы и демоны. Вы уже здесь? Отлично! Станьте все в несколько рядов, мы будем вас расстреливать. Он протянул мне руку. Вики, встань здесь и по центру, вот так, да. А вы встаньте в круг, вот все, она будет по центру. И повернись спиной, сними штаны, нагнись сюда, чтобы не видеть, кто не стоит. Сейчас я буду называть имена, ты будешь должна определить, где находится тот, кого я назову. Не глядя, ориентируйся только на его энергию, поняла? Да! Итак, где находится Энди? Мы с Энди были не так близки, да и времени у нас не было. Но воняло от него говном заверству. Его энергия проскальзывала среди чужих, но совсем быстро растворялась. Я не могла найти ее, отделить от остальных и понять, где находится именно он. Второй ряд, первый справа, да? Неправильно! Что насчет Миме? Из-за недостаточно хороших отношений с Энди ты не узнала его энергию. Энергия Миме была очень хорошо мне знакома. Едва я о ней подумала, как почувствовала на губах кислый вкус малины и на сосках уплотненную ткань моего лифчика, потому что они встали. Одно воспоминание о ее вкусе заставило мои щеки залиться румянцем, а задница затрястись в экстазии этого трясожопного танца. Первый ряд, первое слева. Молодец! Теперь Сэмми. Он... Бля, ебать нахуй. Где же Сэмми? Блядь! В четвертом ряду второй справа. Вы, долбоебы, играли вы это, что ли? Господи, нахуй! Блядь! Вы знаете, где находится блядский Сэмми в игре Клуб Романтики? Ебаный рот, бля! Господи, да вы ж кончи! В четвертый ряд второй справа. Очень хорошо! Остался Ади. Он... Ладно, давайте, говорите. В четвертом ряду второй слева. Хорошо, блин. Правильно! Ты отлично справилась с Викейс. Так пойдет и дальше. Уверен, ты нас еще удивишь. Хе-хе-хе-хе, плюс один слава, хе-хе-хе. Геральт начал подзывать следующих подопытных и проверять их. Я скучающе стоял среди остальных, думал обо всем этом, обо всем, что сказал Геральт. Вдруг в небе раздался оглушительный крик. Я вам такой скандал, ученивская. Все вскинули головы, стали наблюдать за пустым небом. Это что, Чайка? Не может быть, это недовольная клиентка Эльдорадо! Крик повторился и стал пронзительнее. Почему, ваш мастер? И вот из-за башен школы мелькнула маленькая белая тельца. Это Чайка. Мимя закрыла рот руками, как от сильного шока. В чем дело? Чайка и Чайка. Че бубнить-то, блядь? Ты не понимаешь? Они какают? Бежим! Чайки появляются над школой только, когда должно случиться что-то ужасное. Она черный предвестник. У всех на лице застыло выражение мрачного ожидания. Но крики продолжались и вскоре удвоились. Почему вас? Объясните мне! Скандал, скандал! Очень-очень-очень-очень. Кто-то крикнул, смотрите, еще Чайка! Небо заполнили крикливые птицы. С каждой секунды их становилось все больше, пока не осталось ни одного просвета. С марта месяца, месяца! Ни единого разрыва, разрыва! Шеф, просвете! Пам-пам-пам! Усачев пришел. Расстались крики, визги. Одна за другим Чайки начали замертво падать. Кто-то из ангелов и демонов взмыл наверх, но на них продолжали падать птицы. И телехорадочно их отбрасывали, теряя равновесие. Все в школу, живо! Геральт был явно напуган, глядя на него, на его взволнованное лицо, я поняла, что прежде такого не было. И что падающие за мертвой Чайки предвестники не просто чего-то плохого, а чего-то поистине ужасного. И, судя по всему, не приход сатаны, ведь сатана здесь, в общем-то, блять, хуйня какая-то. Многие уже забежали внутрь, но я замешкалась, же очарованно глядя на ужасающе черное тел неба. Среди маленьких птиц стало вдруг вырисовываться нечто другое, большое, тяжелое и явно живое. Оно направлялось прямо к нам. Блять, я думал, это Ости была. Это Субантра! Ну, блять, если это можно и трахнуть, то это будет стоить, ну, пиздец, как дорого. Серьезно, чуваки, которые писали диалоги, но вы совсем долбоебы, я в плане того, что... Почему постоянно... Ааа! Вики, беги! Я попятилась, споткнулась на ступеньку позади меня и все смотрело, как полоумное в лицо странного существа. Чувство самосохранения победило бесконтрольную панику и желание поебаться с чем-то невообразимым. И я вскочил и собираюсь бежать внутрь, мечтая о том, что перееду в Турцию. Но странная птица успела долететь, схватить меня за шкирку и отбросить в сторону на несколько метров. Бам, блять, поебалу прилетело. Я ударил с головой о бетон. Птица тут же набросилась на меня и села сверху. Аааа! Блять, нихуя себе у неё там. Однако я накачнула мордой, будто бы я отпрянула. Что она делает? Не двигаться, не двигаться, не двигаться. Перекатиться, блять. Перекат отмычка. Субантра ещё сильнее отпрянула от меня и вдруг резко нагнулась. Её рот раскрылся, обнажая несколько рядов острых зубов и затылок. Распустился, словно бутон розы. Я резко перекатилась в другую сторону, блять. Хуяк, хуяк, блять. Подготовка морской пехоте Наташи пронепрошла даром. Зубы Субантры врезались в землю. Вики, закрой глаза. Ты не переживёшь этого ужаса. Особенно, если ты стоматолог. Геральт взлетела вверх, сложила руки, как будто бы толкнула ими воздух. Поток силы врезался в бетон и взрыхлил его. Такое, блять, бесконтактное в бою я не видел ещё у монаха Саасана, блять. Заставляя что-то подниматься из глубины. Куски травы пролетели во все стороны. Садовник недовольно крикнул, долбоёбы. Я крикнула в ответ, ох, ведь у меня больше не прописали диалогов. Я отвернулась и закрыла лицо руками. Птица, видимо, слезла с меня, потому что стало легче. Я открыла глаза и увидела, как красные, будто бы окровавленные корни небывалого растения сжимают Субантру. А-а-а, блять. Она визокричала из то, что визглива голова её снова раскрылась, как бутон, и вдруг лопнула, словно шарик. Блять, пиздец. Блять, просто пиздец, что происходит. А Геральт подошёл ко мне и протянул руку. Невозможно, я ещё не видал таких монстров. Жалко на него, у меня не было заказа, сказал Геральт. Что это? Ах! Субантры, это птицы живут в гроте, питаются плесенью, несчастными ангелами и демонами, которые попадаются к ним в капкан. Но Субантры слепы и боятся солнечного света. Они никогда, никогда прежде не улетали так далеко от своих гнёзд. Геральт обернулся на труп Субантры. Все остальные тоже вперели взгляд на странное существо, которое даже мёртвым очень пугало их. И, как бы говорила, всё изменилось. Ну, кстати говоря, мы получили один алмаз, четыре славы, одного демона и одного ангела. Ну и, конечно же, два алмаза будет нынешним. Ой, блядь, 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 бля, 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 вы, наверное, слышите, бля, 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 б горячий. Невероятно горячий. Просто потрясающе. Это уже четвертая часть первого сезона, ребята. И это только первый сезон. 10% игры пройдено. Всего лишь ебануться. 40 серий в ней в итоге. 40, блядь. 40. Я вообще не знаю, пройдем ли мы это до конца. Но первый сезон, первый сезон конечно же, да пройдем.